Приветствую всех на канале Техноарена! В этом видео я проведу сравнение Realme C15 и Realme C3 с целью выяснить, какой из этих смартфонов лучше. Для этого я сравню их экраны, внешний вид, производительность, автономность и другие параметры. Также я оставлю в описании под этим роликом ссылки на различные сервисы, перейдя на которые вы сможете самостоятельно сравнить стоимость этих устройств. Буду рад, если это видео окажется полезным для вас и поможет определиться с покупкой. Ну а вы в свою очередь можете поставить лайк этому ролику, если он вам понравится. Также не стесняйтесь писать комментарии, я их читаю и мне важно ваше мнение. Ну и конечно не забывайте подписываться на канал Техноарена и жать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе последних новостей из индустрии смартфонов. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, а я начну сравнение Realme C15 и Realme C3. Поехали! Realme C15 довольно большой смартфон, пользоваться им одной рукой не очень комфортно. В толщину он почти 10 миллиметров и весит аж 209 грамм. Рамки вокруг экрана не очень узкие, особенно нижние, но общего впечатления они не портят. Фронтальная камера у смартфона расположена в миниатюрном каплевидном вырезе. На правой грани Realme C15 находится качелька громкости и кнопка разблокировки. Слева расположился слот, который поддерживает одновременную работу двух сим-карт и карты памяти, что порадует многих владельцев, так как не придется жертвовать сим-картой, если возникнет необходимость увеличить объем памяти. Ну а что касается остальных элементов, то они размещены на нижней стороне смартфона. Там есть микрофон, динамик, вход для наушников и разъем microUSB. Это на смартфоне 2020 года. Видимо, установлен он в целях экономии, хотя у многих смартфонов по такой же цене имеется современный разъем USB Type-C. Realme C3 чуть меньше, чем его оппонент и весит 195 грамм. Что касается экрана, то он в точности повторяет экран Realme C15. У него миниатюрный каплевидный вырез под фронтальную камеру и широкий подбородок внизу. А вот кнопки у Realme C3 расположены иначе. Кнопка разблокировки находится на правой грани, а кнопки, регулирующие громкость, слева. Рядом с ними находится слот, поддерживающий одновременное размещение двух сим-карт и карты памяти. Динамик, микрофон, вход для наушников и разъем microUSB тут расположены так же, как у Realme C15 на нижней грани. Задние стороны смартфонов выполнены из пластика с текстурированным покрытием. Выглядят они красиво благодаря нанесению разного вида рисунков и в то же время на таком покрытии не остается следов от пальцев, что несомненно является плюсом. У Realme C15 в центре тыльной стороны имеется сканер отпечатка пальца, работает он быстро и практически всегда с первого раза. Камерный блок у смартфона имеет квадратную форму, тут все понятно, сейчас такая форма в тренде. Но в отличие от многих смартфонов с таким камерным блоком, у Realme C15 он практически не выступает над поверхностью, поэтому смартфон лежит на столе ровно и не раскачивается. Что касается цветов корпуса, то приобрести смартфон можно в синим или серебряном исполнениях. У Realme C3 также имеется сканер отпечатка пальца на тыльной стороне, к работе которого не возникает претензий. А вот камеры у этого смартфона оформлены в вертикальный блок, он довольно компактный и смотрится симпатично, но сильно выступает над поверхностью задней крышки, от чего смартфон покачивается, когда лежит на столе. Что касается расцветок, то приобрести Realme C3 можно в красном, сером или синим исполнениях, где на тыльной стороне будет еще и нанесен рисунок в виде расходящихся лучей. Realme C15 имеет довольно качественную по меркам бюджетных смартфонов IPS-матрицу диагональю 6,5 дюймов при соотношении сторон 20 к 9. Разрешение экрана составляет 720 на 1600 пикселей, но дискомфорта это не вызывает, так как пиксели практически незаметны. У этого экрана широкие углы обзора и отличная цветопередача, а благодаря высокой яркости пользоваться таким смартфоном можно будет комфортно даже в солнечную погоду. У Realme C3 тоже IPS-экран диагональю 6,5 дюймов с соотношением сторон 20 к 9 и разрешением 720 на 1600 пикселей. Углы обзора и цветопередачи здесь ничем не уступают экрану соперника, а вот и яркость экрана у Realme C3 даже выше, поэтому при ярком солнечном свете информация с него будет просматриваться даже лучше, чем с экрана Realme C15. Оба смартфона работают на 10-ом дроиде, а в качестве оболочки в них используется Realme UI. Функционирует эта оболочка быстро, так как практически не нагружает систему, однако, как отмечают пользователи, к дизайну нужно привыкать. Интерфейс у оболочки довольно простой и оснащен множеством интересных функций. К примеру, есть клонирование приложений и выбор режимов производительности. А для особого контроля за конфиденциальностью данных предусмотрено создание разделов памяти, защищенного дополнительным ключом. Плюс к этому доступна и установка пароля на отдельные приложения. Realme C15 получил 13-мегапиксельную основную камеру. Для своего ценового сегмента фотографирует смартфон очень хорошо. Снимки днем получаются яркими, насыщенными и с хорошим динамическим диапазоном. А в условиях плохого освещения помогает ультра-ночной режим, который снижает уровень шума и повышает детализацию. Также смартфон имеет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов, который пригодится для съемки пейзажей. Еще в смартфоне есть модуль баланса белого и ретро-модуль, которые должны по идее помогать в различных сценариях съемки. Функционал камеры позволяет вести видеосъемку в Full HD 30 кадров в секунду, есть HDR, слоу-мо, таймлапс, панорамная съемка и портретный режим. Что касается фронтальной камеры, то она имеет разрешение 8 мегапикселей и режим AI-бьютификации, который в сочетании с экранной вспышкой, HDR и множеством фильтров позволит сделать красивое селфи при более-менее хорошем освещении. У Realme C3 основная камера на 12 мегапикселей, она выдает неплохие снимки, правда не надо ждать от нее шедевров, особенно в темное время суток. Днем же смартфон справляется практически с любыми сюжетами. В сложных сценах и пасмурную погоду немного помогают HDR и функция улучшения цветов. Кроме того, Realme C3 позволяет делать красивые портретные снимки с эффектом боке, благодаря датчику глубины на 2 мегапикселя. Также в смартфоне имеется 2 мегапиксельная камера для макросъемки. Помимо этого смартфон поддерживает такие режимы, как таймлапс и панорама, съемку видео в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду и AI-бьютификацию. Что касается фронтальной камеры, то она имеет разрешение в 5 мегапикселей и тоже поддерживает режим AI-бьютификации. Искусственный интеллект камеры умеет подбирать оптимальный алгоритм обработки снимков на основе персонализированных настроек, так что при хорошем освещении на нее можно будет получать неплохие селфи. За быстродействие в Realme C15 отвечают восьмиядерный процессор Mediatek Helio G35 и 4 гигабайта оперативной памяти. Не стоит ждать от этого смартфона быстрой работы в современных играх, разве что на минимальных настройках он позволит запустить какую-нибудь 3D игру. Что касается встроенной памяти, то ее у смартфона 64 гигабайта, но если для вас такого объема кажется недостаточно, то в Realme C15 всегда можно будет установить карту microSD. Realme C3 благодаря процессору Mediatek Helio G70 оказался шустрее своего оппонента. Оперативной памяти у смартфона может быть 2, 3 или 4 гигабайта, а постоянной 32 или 64. В общем, есть выбор в отличие от соперника. Также в смартфоне предусмотрено место для карты памяти, если предоставленного объема окажется недостаточно. В плане связи оба смартфона демонстрируют хороший прием сигнала Wi-Fi 2,4 ГГц. Могут похвастаться Bluetooth 5.0 и наличием NFC-модуля. Правда, у Realme C3 он идет только в версии 3 на 64 гигабайта. Realme C15 обладает аккумулятором с внушительной емкостью на 6000 мАч. Отличный вариант для тех, кому в смартфоне важна продолжительная работа без подзарядки. Даже при активном использовании вряд ли получится разрядить такой аккумулятор за день. Также стоит отметить, что смартфон поддерживает быструю зарядку. У Realme C3 емкости аккумулятора поменьше – 5000 мАч, но и такой емкости хватает для активного использования смартфона на протяжении целого дня. Я собрал самые распространенные отзывы владельцев Realme C15 и Realme C3 и сейчас расскажу вам, что нравится и чем недовольны покупатели этих смартфонов. Начну с негатива. Слабый процессор. Разъем microUSB. Низкое разрешение экрана. Разъем microUSB. Мало памяти. Низкое разрешение экрана. Долгое время работы. Поддерживает быструю зарядку. Есть NFC. Есть сканер отпечатка пальца. Большой и яркий экран. Быстрый сканер отпечатка пальцев. Долгое время автономной работы. Есть NFC. Итак, оба смартфона оказались хороши по-своему. У Realme C15 больше емкость аккумулятора и лучше качество съемки, а Realme C3 оказался шустрее и у него ярче экран. В общем, это два отличных варианта и выбирать из них надо, основываясь на своих предпочтениях. Ну а сравнить их стоимость, как я уже говорил, вы можете на специализированных сервисах, ссылки на которые оставлены в описании. Ставьте лайк, если вам понравилось видео и напишите в комментариях, какой из этих смартфонов вы бы купили. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео и чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Техноарена! Техноарена!